Каждая мама понимает, что грудное молоко не имеет равных, но часто возникают проблемы с его хранением. Во время лактации могут возникнуть следующие ситуации. Необходимость возвращения к трудовой деятельности, прокусывание ребенком груди, отказ малыша от кормления естественным способом, потребность в срочном уходе из дома, ситуации, которые требуют оставить кроху с родственниками. В этих обстоятельствах молодые матери зачастую прибегают к деликатному решению сцеживанию и оставлению молока, дабы не произошло нарушение режима питания малыша. Стерилизация грудного молока, подвергшегося сцеживанию, нежелательно. Не стоит давать молоко, у которого истекли сроки хранения. В продаже можно встретить большой ассортимент емкостей, чтобы сохранить все полезные качества грудного молока. Материал – стекло, пластик и пластмасса. Можно выделить пакеты, разновидности контейнеров, стаканчиков и бутылочек. Основные параметры, характеризующие качественную емкость – это стерильная среда, плотная крышка, легкое использование и деление мерной шкалы. При необходимости замораживать жидкость нужно воспользоваться специальными одноразовыми пакетами из пластика. Их плюс в герметичности, легком закрытии и стерильности. Они производятся из плотного полиэтилена. Ими можно пользоваться непосредственно после покупки. В наличии у пакетов мерная шкала. На материал можно нанести дату и время вливания жидкости. Изделия можно приобрести в любой аптеке. Многие женщины замораживают жидкость с помощью одноразовых вкладышей из полиэтилена для бутылок. Это не самый лучший вариант. Во время погружения в среду низкой температуры они способны лопнуть. При разморозке молоко может вытечь. При необходимости использовать данную емкость лучше всего налить молоко в двойной пакет. Не стоит подвергать долгому хранению. Специалисты могут привести весомые доказательства о сохранении полезных микроэлементов в молоке, которое может подвергаться хранению в пластиковой или стеклянной таре. Лучше всего сделать выбор емкости, содержащей лишь дозу, обеспечивающую одно кормление. Тара должна содержать время и дату сцеживания. При необходимости сохранять молоко длительное время самым лучшим способом является его заморозка. Подвергать данной процедуре следует лишь молоко, которое было сцежено только что. Перед тем, как подвергнуть его заморозке, стоит оставить его в холодильнике от полутора до двух часов. Самое главное поставить дату и время. Никто не отрицает, что замороженное молоко может потерять полезные микроэлементы, но это в разы выгоднее смесей искусственного характера. При употреблении порции сцеженного молока в течение нескольких дней его стоит хранить в холодильнике. Охлажденное состояние обеспечит сохранение в молоке всех полезных веществ. Самое главное помещать молоко на полку, избегая дверцы. При употреблении свежего молока в течение дня стоит обеспечить его в сохранности в комнате в стерильной емкости с плотно закрытой крышкой. Для того, чтобы разморозить порцию сцеженного молока, стоит поместить ее в холодильник в избежание внезапной смены температурного режима. Далее следует переливание порции в бутылочку, чтобы обеспечить комфортное кормление и последующий подогрев посредством водяной бани. Также можно приобрести специальный подогреватель для бутылочки. Во избежание потери полезных микроэлементов молоко ни в коем случае нельзя согревать в кастрюле и подвергать кипячению. Не следует обеспечивать повторную заморозку ранее размороженного грудного молока, что может привести к потере необходимых для здоровья веществ. Необходимо учитывать время, температуру и место хранения сцеженного грудного молока. В холодильнике. Стоит установить подходящий температурный режим плюс 4-6 градусов, что позволит сохранить молоко до суток. Необходимо обеспечить его хранение в более глубоком месте. Молоко, которое только что сцедили, обязательно стоит подвергнуть охлаждению, помещая в холодильник. Морозилки. При установке температурного режима от минус 13 до минус 18 градусов молоко способно сохраниться на протяжении трех месяцев, в то время как установка температуры минус 18-20 градусов около года. Перед тем, как заморозить молоко, следует охладить в холодильнике. При комнатной температуре свежее сцеженное молоко может сохраняться не более 10 часов, если температура в помещении установлена от плюс 19 до плюс 22 градусов. Не выше плюс 25 градусов срок хранения 4-6 часов, свыше плюс 25 градусов до 3 часов. Специалисты, опираясь на проведенные исследования, считают, что полезные микроэлементы, из которых состоит молоко, могут служить барьером для размножения различных бактерий, что обеспечивает сохранность молока.